Сегодня завершается всероссийская сельскохозяйственная перепись. Напомним, стартовала она 1 июля. Окончательные итоги переписи обнародуют только в четвертом квартале 2018 года. Пока же известно, что данные представили 92% сельскохозяйственных организаций. Также фермерские хозяйства и частники получили информацию от садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан. Если к вам переписчики зайти еще не успели, можно обратиться в территориальный орган государственной статистики или непосредственно в переписной участок. Туалетный ёшик за 23 тысячи рублей, шкаф с тремя дверями за 606 тысяч, а держатели для мыла за 17. Такие баснословные ценники появились в контракте закупки управления административными зданиями администрации Владимирской области. Всего на приобретение мебели и предметов интерьера, судя по документам, чиновники Белого дома планировали потратить почти 2 миллиона вне бюджетных средств. Но об этой сделке стало известно общественности. Судя по официальному пресс-релизу администрации, Светлана Орлова на эту информацию отреагировала жестко и поручила немедленно расторгнуть договор поставки. Руководителю учреждения Наталье Мельник вынесен выговор. Теперь она должна объяснить, зачем ей понадобилась вся эта мебель. Покушались на скульптуру мальчика. Вот такое видео попало в соцсети сегодня. Три подростка пытаются сломать руку бронзового мальчика, который сидит на скамье в центре города. Сорванец из 50-х, видимо, понравился ребятам, и они решили забрать его частичку с собой. И это у них получилось. Два пальца мальчикам все-таки удалось открутить. Действие подростков зафиксировала камера наблюдения соседнего кафе. В интернете такое поведение несовершеннолетних нашло бурный отзыв. В результате один из нарушителей извинился за свой поступок перед общественностью и обещал впредь не портить скульптуры на улицах Владимира.